Продолжаем историю безопасного Кодиака Мы своих линий не бросаем, просто нам все затянулось Сейчас есть новая информация Напомню как все было Вот видео с видеорегистратором Кодиак выезжает на перерезок И в него по встречке входит Мерседес Но почему это видео стало нам интересным? Все потому что у Кодиака не сработала ни одна система безопасности Не сработали ни подушки Не сработали ни преднатяжители ремней Не сработало ни отключение от подачи топлива насосом И не включилась аварийная сигнализация И естественно ГЛОНАСС никуда не звонил Никому не сообщал А владелец машины потом сам позвонил Это нам стало интересно Что же не так? Где проблема? Брак исполнения, неправильный алгоритм Или что-то не так с машиной Повреждения вы видите Удар был в эту сторону Повреждения выяснили дверь задевает в салоне все целое дверь не открывается в итоге владелец отвез машину к оф-дилеру и там начались разборки разбирали машину сняли диагностику проверили ремни они были уверены что человек не был пристегнут как получилось я увидел встречную как летящий mercedes нажал на тормоз и остановился люди начали писать что не положено было сработать подушками безопасности но товарищи когда вы покупаете машину то машина отвечает за вашу безопасность не только когда вы в движении но и когда вы в ней находитесь если например вы стоите на светофоре скорость движения 0 и вас входит в лоб вам какой-либо там стресса по-вашему у вас не должны сработать подушкой безопасности по-вашему вы должны удариться лицом об руля панель вылетел его стекло у вас не должны сработать принадлежители ремней потому что вы не едете по моему не то что по моему а по всем правам это неправильно итак что делают представители шкоды через дилера снимают протокол диагностики отправляют его на завод как мы сначала думали нижний новгород но все оказывается все что они снимали фотографировали по моим фотографии ремни снимали бамперы смотрели там усилитель лонжероны всю эту информацию они отправляли в чехию это еще было до нового года после нового года появилась кое-какая информация 2 2 февраля они написали нашему человеку что у них готов ответ по проблеме отсутствие безопасности в шкоде кодяк на тот момент но уже как сказать ток какое-то не число смешно писать число чего пишется здесь ладно число здесь 22 февраля ответа мы не получили но что у нас есть на данный момент у нас есть то что человек крайне недоволен тем что все затянулось но пока что машинство дилера как бы сказать что там изучает они фотографируют лонжероны человек заказал независимую экспертизу лонжерон левый ушел на сантиметров 20 независимый эксперт сказал что при таком дтп он удивился почему не сработали подушки безопасности ну там протокол показал не буду короче таком момент еще оказалось что тот кто был на мерседесе не является владельцем мерседеса и у него естественно нет страховки а по встречке улетел потому что он обещал пробку он сильно спешил и он не видел что там кто-то может выехать на перекрестке едя по встречке объезжая пробку понимаете какой молодец еще мало того что кодяк ударил он еще ударил там машину боевой вроде бы короче молодец человек будем надеяться что у него совесть его должна замучить и он ответит за свои как сказать нарушение и возместить человеку затраты на ремонт но я сейчас чуть лишнее отрежу эта информация будет интересна да всем будет интересным это протокол расчет стоимости дтп тут есть артикуль и название вот несколько момент мехатроник знаете какая цена его полностью экспертизе на 1 февраля 2021 года машина 18 года его цена сто семьдесят четыре тысяч семьсот пятьдесят восемь рублей нехило да как заявили его в дилеры нашему человеку что dsg не ремонтируется она не разборная и поэтому они не могут сказать что там может ремонтировать нельзя отмотить но dsg разборное все разборное все разбирается все ремонтируется масло меняется везде но документ просто дилер они занимаются ремонтом как dsg они все меняют сборе если если какая-то проблема они просто меняют сборим так проще это методики это еще отказов турбин когда типа отказывали актуаторы закисали эти перпускные клапана они не чистили ничего не меняли или геометрия закисали турбина не просто менять турбину целиком сборе так проще но почему-то у нас была информация что как-то они меняли вал неправильный на dq 200 ну только момент 174000 михатроник вы скажете о какая дорогая коробка понимаете по моим данным как мне сообщали что dsg вообще испугать его отдельно она стоит примерно 500 600 тысяч рублей понимаете а чем dsg моднее тем она дороже по запчастям все очень дорого потом дальше момент такие так что здесь есть панель передняя 30 я сделать кончат 33000 31 31000 по 95000 у нас светодиодные фары право-лево я не знаю вот но маточные фары стоят 70 будей тысяч рублей если брать пакетом пакете возможно отдельно не дороже стоит но это просто ледовские фары 95000 рублей нехило кошмар и короче итоговая сумма ремонта без ну только шестьсот пятьдесят семь тысяч рублей вы говорите слабенький удар слабенько дтп шестьсот пятьдесят семь тысяч рублей на нашу эту машину нехило да по моему это очень даже прилично вот так мы видим тут у нас все скрутило удар мядина короче хорошее повреждение вот как это вот дилер в дилером skoda как не разбирается dsg все разбирается ему все ремонтируется все чиниться лишь были бы руки а конечно в идеале конечно чтобы заменили все знаете в чем косяк я надеюсь что все-таки у skoda rush совесть замучает их и они признают свою ошибку и главное вот мне самое интересное стало они написали что скоро дадут ответ по подушкам безопасности я просил человека что он обязательно нам дал информацию по этому поводу мне крайне любопытно что же они ответят признают ли они неправильно своих алгоритмов или они признают то что была бракованная какая-то серия понимаете человек получил легкие телесные повреждения но как можно сказать что они легкие телесные все зависит от того какой с организм я знаю личные случаи когда человек на скорости примерно ну чем-то семи метров в час вот так выхачалась ферри стык фура он ехал это было в 2001 году ну правда на отечественной машине врезался в нее спортсмен боксер вышел набил морду водитель муж остановился перед ним неожиданно хотя он могла соблюдать скоростной режиме дистанцию и после этого упал над ней сам у него просто произошло кровоизлияние в мозг он получил травму вышел сделал какие-то действия потом то что в башке повредилось лопнуло прошло кровоизлияние и он просто умер он просто умер на скорости семи метров в час вы скажете да ну никто точно не знает сколько это было может 60 было сейчас я скажу так что 18 июня 2001 года ночью мы с моим товарищем я был пассажиром влетели ограждение дорожное на скорости далеко за 18 км в час машина как говорится была 99 она ударилась ограждение взлетела как мне рассказывали потом люди и упала пополам почти сломалась но водитель живой у себя разбил губу нос сломал чуть-чуть такой пошла и грудь там чуть-чуть проломил я улетел в лобовое стекло понимаете нам повезло нам сказали живите дальше жизнь скажи и станислав твори добро снимаю ролики а могло быть иначе кто-то удар с виском а бог и все труб так что вы что дтп легкая это у всех по-разному а шкоде ну советую все-таки быть честными вот например такой же пример как хавелл фирмы они признали свою ошибку когда у них загорались машины неожиданно и возместили вернее пошли навстречу пострадавшим и предложили вернуть что мы с машиной целиком или выдать им новый автомобиль такой же новый понимаете а тут человек мог пособождать было вообще умереть а машина просто загорается на автозапуске что дороже жизнь или машина у кого когда ну жизненно не закупить лучше жизни и просто не не продается же она в нашем канале смотрите наши ролики мы будем следить дальше за всем происходящим а человеку ну что человеку может произвести вас крит есть умные мысли кто-то был так по одной ситуации что делать человеку восстановить машину который потерял геометрию свою или продать ее но как продавать тоже случае против сервиса целиком будет дешевле продать по запчастям будет дороже но это дольше может я знаю с вас тоже одни митсубиси попали в стенку и предложили например грубо говоря например за машину грубо сто тысяч рублей они почти согласились то потом оказалось что а только подушка стоит там чуть ли не 30 тысяч рублей там запчасти там выходило в три раза дороже продать машину по запчастям а в этой машине как видите подушки сработали подушки целые его вырезать и продать ремни целые ничего не сработало понимаете машинам почти новая но повреждена может так сказать да товарищи пишите ваши комментарии на нашему подписчику пожелаем что сказать разрешить свою проблему максимально удачно для себя а в школе начат наверно до сих пор там съяток и думают ганс что же нам за ответить этому русскому человеку он смотрит канал стасм а так это напишем что надо было правильно эксплуатировать машину людвиг он ганс но уже смотрит канал стасм значит он правильно эксплуатирует и таки ой-ой ладно посмотри что мне напишет лайк подписку сейчас наши наши кода 8 машина интересная надо ее заплатить свои руки проверьте до свидания